902 день войны. Наступление ВСУ на территории России продолжается. Их успехи теперь признаны на официальном уровне. В докладе Путину губернатор Курской области говорит о 28 захваченных армией Украины населенных пунктах. По его словам, под контролем ВСУ 480 квадратных километров Курской области. Аналитики Дипстейт насчитали минимум 44 населенных пункта под контролем ВСУ и 800 квадратных километров. Самую большую оценку провел главком Украины Сырский. В докладе Зеленском он сообщил о контроле над территорией в 1000 квадратных километров Курской области. При этом операция потихоньку разрастается и на Белгородскую область, где явно расширяется санитарная зона. Там закрыли въезд в целый район области, откуда эвакуировали и выехали суммарно 11 тысяч человек. Обо всем, что произошло за минувшие сутки в Курской области и не только в свежей не сводке. Вы можете поддержать ее вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все это помогает продвигать видео, особенно сейчас, когда российская сторона пытается всячески замолчать, замылить, исказить информацию, в том числе касательно Курской области. Поэтому лайк, подписки не забывайте. Ну и поддерживайте канал на Патреоне, ссылка в описании. А если вам удобнее смотреть в Телеграме, точнее даже не так, если вам можно, ну как бы если у вас есть возможность смотреть в Ютубе, смотрите в Ютубе, пожалуйста, потому что это помогает раскачивать алгоритм. А если нет никакой возможности, и это буквально последнее видео, которое вы видите в целом на Ютубе, и после этого он у вас хлопнется, то я выкладываю также все в Телеграм-канале. Телеграм-канал накипело, и в последние дни я туда пишу тоже довольно много, карты там показываю и так далее. Итак, въезд в Краснояружский район Белгородской области полностью закрыт. Глава Краснояружского района Белгородской области, где началась организованная эвакуация населения, вчера из-за активности вооруженных сил Украины, объявила о закрытии въезда в муниципалитет. Оперативная обстановка в нашем районе остается напряженной, в связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт, написал Андрей Меськов на своих страницах в соцсетях. По его словам, это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале эвакуации населения Краснояружского района, расположенного близ границ Украины. За последние дни из некоторых населенных пунктов района поступали разрозненные сообщения о действиях подразделений украинских войск. Въезд гражданских лиц в отдельное поселение района был ограничен еще в конце июля. Меськов сообщил, что понимает обеспокоенность местных жителей за свое имущество и благополучие домашних животных и заверил, что заботу об этом возьмут на себя силы самообороны. «Понимаю вашу обеспокоенность за домашних животных, оставленных в населенных пунктах. Кормить их будут бойцы нашей самообороны», — заявил чиновник. «Наши бойцы самообороны также следят за порядком в населенных пунктах и контролируют сохранность имущества краснояружцев». Это довольно сомнительные слова, потому что уже появляются видеозаписи, как российские войска мародерят на российской же территории, да и не только войска. Ранее белгородский губернатор сообщал, что большое количество жителей Краснояружского района самостоятельно покидает его в связи с возросшей активностью в СУ. По официальным данным муниципалитет покинули около 11 тысяч жителей. То есть операция Украины по факту разрастается, независимо от того, видим ли мы подтверждения, физические подтверждения, собственно, расширения территории этой операции, да, этого наступления. Потому что, ну вот, как видите, если закрывают вес тот или иной район, значит, там есть подозрения на возможные прорывы противника. Теперь давайте, что в принципе происходит как раз в Курской области. Мир обороны Российской Федерации отчиталось об ударах Курской области по мобильным группам ВСУ на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпина, Журавли и Общая Колодесь. Они расположены восточнее и севернее райцентра Коренева, а также по скоплениям живой силы и техники 22, 41, 115 и 80, 82 ОТШБ рядом со Старой Сорочиной. В сообщении ведомства указана некая Старая Сорочница, но такого географического названия на территории региона нет. Расположено на дороге Суджи-Львов. Самим Коренево, Суджи и Борками. Расположено в 13,5 километрах южнее Суджи. Иными словами, по официальной информации ведомства, украинские войска продолжают попытки расширения плацдарма в Курской области по расходящимся направлениям на Коренево, Рыльск, Нальгов и южнее Суджи в сторону административной границы с Белгородской областью. Поэтому, почему некоторые незетники пишут, что Украина как бы остановила свое продвижение, для меня лично большая загадка, потому что, например, Министерство обороны остановку этого продвижения пока не видит. Выстолкновение рядом с деревней Журавли, примерно в 20 километрах от границы, подтверждается видео и геолокации. Кроме того, ранее удалось геолоцировать другое видео с ударом по лесному массиву еще севернее около села Левшинка, в 25 километрах от границы и ролик с поражением украинского танка, который следовал в сопровождении бронемашин около Черкасского Поречного, находящегося в 7 километрах к северу от Суджи. Кроме того, Минобороны РС заявляет о пресечении прорыва ВСУ в Беловский район в Курской области и уничтожении бронетехники, артиллерийского оборудования и машины снабжения с боеприпасами около населенных пунктов Озерки и Ивановский, расположенных в непосредственной близости от районного центра Слободы-Белая. В сводке вчерашнего дня Минобороны говорится об отражении атак рядом с Мартыновкой, Борками и Коренево. Кроме того, ведомство сообщает о предотвращении прорыва мобильных групп украинских военных вблизи поселка Каучук, почти в 30 километрах от границы, причем там якобы были уничтожены танк, 8 БМП Брэдли, 16 ББМ и 14 пикапов. Видео или фотоматериалов, подтверждающих этих потери, не приводятся. Однако, если бы это было правдой, то это, конечно, ну какое ДРГ, слушайте, такое количество БМП и танков. Но поскольку, как это говорится, жаль, что вранье. Но, в общем, да, мы, к сожалению, видим, что российское информационное пространство наполнено всевозможными фейками, в том числе со стороны Министерства обороны. Но, если даже Минобороны России фиксируют украинских солдат, украинскую бронетехнику в таком удалении от границы, то есть на 30 километрах, то, скорее всего, успехи Украины еще больше. Судя по видеобоя в деревне Гирии, опубликованном в Z-канале «Тройка», когда российский БТР встретился с украинским страйкером, по другим данным БТР-4Е, командование ВСУ смещает активность южнее текущей зоны боев, и, возможно, собирается штурмовать Слободу Белую, а потом Ракитную или Красную Яругу, чтобы выйти в тыл группировки ВСРФ в Белгородской области. Как пишет военный осведомитель Z-паблик, вероятная цель движения украинских подразделений в сторону Беловского района заключается в максимально возможном растягивании потенциальной будущей линии обороны ВСРФ, что потребует привлечения новых резервов. Одновременно подтверждены контроль украинских военных над райцентром Суджа, в том числе благодаря видео из западной части города и присутствия южнее, в частности, в Махновке. Военкор Юрий Котинок сообщает о действиях ВСУ около населенного пункта Плёхова, опять же, к югу от Суджи. По его информации, украинские военные накапливают здесь бронетехнику, возможно, демонстрируя желание вклиниться в стык Белгородской и Курской областей. И это, по словам Военкора, может позволить оттянуть с других участков фронта силы ВСРФ, которые бросят на отражение прорыва. Что касается Суджи, ну, опять же, вчера для многих закрылся, наконец-то, этот вопрос. Я, значит, считаю, что Суджи контролировалось в ВСУ со второго, максимум, с третьего дня прорыва. Вот, видео из Суджи от украинских военных, из группы Браво, не та, которая поет, а, значит, так называется их боевое подразделение, опубликовало видео. Опять же, там на видео есть трупы, поэтому не будем. И, причем, очень смешная была, так сказать, информационная контратака от российских Z-каналов. Они начали публиковать карты, такие, это не центр Суджи, это окраина. А там, типа, натурально пять домов от центра Суджи. Более второе-второе видео. Вообще, прямо у администрации городской. И ты такой, типа, и они показывают эти карты, и ты такой, а на кого расчет? Ну, то есть, типа, вот, Z-ник зайдет на этот канал, посмотрит на эту карту и такой, ну, да, подумаешь, администрация в двух сантиметрах, типа, не в смысле на карте в двух сантиметрах, а в смысле в реальности где-то в двух сантиметрах от видеозаписи. Верю, что это окраина. Ну, короче, я не знаю, на что они рассчитывают. Это довольно, довольно странный, не знаю, странный расчет. Вот, поэтому, да, Суджи контролируется ВСУ. По моим данным, она логистический хаб ВСУ, туда завозят технику, там окапываются и так далее. Но, опять же, я думаю, что подтверждение этому фото и видеофиксации появится в течение нескольких дней. Несколько же дней назад группа украинских военнослужащих обозначила и свое присутствие в селе Порос в Белгородской области. Как сообщается в Z-канале старшей погранотряда, это была небольшая ДРГ, которая состояла в том, чтобы сфотографироваться на фоне административного здания и уйти. В ночь на 12 августа ВСУ малыми штурмовыми группами при поддержке танкового взвода атаковали пограничный пропускной пункт Колотиловка в Красноярском районе в Белгородской области. Утром в Z-канале НГП-разведка сообщала, что украинские танки каруселью обстреливают пропускной пункт, идет арт-дуэль, а также стрелковый бой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации из Красноярского района. Как писал позже военкор Александр Коц, попытка прорваться окончилась неудачей. Насколько это так, судить пока сложно. По словам Юрия Котенка, также идут бои за Мартыновку, восточнее суджи по трассе на Курск, но никаких доказательств, что село сначала заняли ВСУ, а потом их выбили, не приводит. Военкор Владимир Романов пишет, что украинские войска вошли в Мартыновку 9 августа, а 10 августа были якобы отброшены, после чего на следующий день вновь предприняли попытки штурма. Об этом же пишут в канале «Повернутой на Зет войне». Наконец, Котенок утверждает, что 7 августа украинская ДРГ смогла подойти на 18,5 километров к городу Курчатов, в котором расположена Курская атомная электростанция. По его информации, диверсантов частично уничтожили и рассели. Тем временем под Курчатовым самим начали рыть окопы вдоль автодороги 38К 010 Крым и Ванина, которые, видимо, будут служить в качестве второй линии обороны. Собственно, как вы видите, много ссылок на Зет каналы, потому что в украинских каналах, с одной стороны, продолжает действовать режим тишины, с другой стороны, они публикуют только видео, которые, ну, как бы, трех-четырехдневной давности. Например, Дипстейт публикует информацию об 7 августе, то есть фактически о том, что происходило неделю назад. Этот режим тишины, вы поймете, для чего нужен, будет яркий пример. Вот, в частности, для того, чтобы россияне херачили своей колонной, и так действительно происходит периодически. Поэтому к информации, которая, ну, собственно, поступает от Зет каналов, я рекомендую относиться аккуратнее, тем более, что им явно дали люлей несколько дней назад, и они стали писать про невероятные победы, хотя периодически их все еще... Ну, реально, слушайте, можно с ума сойти, ты читаешь, читаешь, значит, и вот два дня не такие, мы всех выбиваем, мы всех убиваем, всех взяли в плен, значит, все выбили, 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 и через два дня такой, караул, все херово, типа, ничего не получается, проблемы, 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 связь не налажена, наших бьют и так далее. Причем даже такие, как Сладков, ну, то есть, считаю, ну, как бы, Сладков, один из самых больших военкоров, он такой максимально официозный, никогда не перечит Минобороны. Но даже он там раз в пять постов пишет, типа, ребята, а почему у нас до сих пор жопа полная в Курской области? Ну, я, так сказать, своими словами пересказываю. Ну, вообще, о масштабах продвижения украинских войск Курской области можно судить по заявлениям и в Рио губернатора региона Алексея Смирнова, и главком МСО Александра Сырского. Алексей Смирнов рассказал, что потеряны в общей сложности 28 населенных пунктов, прорыв достигает 12 километров по глубине и 40 километров по ширине, то есть 480 квадратных километров по площади. Причем на этих словах, на видео Путин его обрывает, потому что, видимо, не планировалось, что эта информация станет общедоступной. Давайте послушаем. Ситуация в Рионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Ну, это мы, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Путину, надо сказать, я давно в таком настроении не видел. Видимо, он уже считал, что вот раз в год Россия наступает и так далее. Раз Трамп там где-то маячит, то все, победа уже в кармане. Но нет, нет, по карману бахнули мощнейшие. И, значит, в кармане уже УВСУ и Курская область. В то же время Сырский на заседании Ставки отчитался Владимиру Зеленскому о контроле около тысячи квадратных километров в Курской области. По информации Дипстейта, украинские военные контролируют примерно 800 квадратных километров, а еще на 230. Ситуация неизвестна. И это, мне кажется, одно из самых здравых оценок. Потому что, опять же, есть территория, которую контролирует Украина полностью. Есть территория, на которой идут бои. Есть отдельные точки боев по ДРГ. То есть я рисовал карту, точнее мне рисовали карту. И вот если там по максимуму все взять, где-то тысячи и получается, наверное. Но я бы исходил как раз из среднего. Между Смирновым и Сырским как раз 750-800 квадратных километров получается. Это примерно на 250 больше, чем Россия захватила за год наступление. Ну, что называется, думайте. Украинский военный обозреватель Константин Машавец, в свою очередь, подводит промежуточные итоги операции ВСУ на Курском направлении. По его словам, украинские военные, действующие на Рыльском, Львовском и Курских направлениях, достигли значительных успехов. В частности, они продвинулись на рубеж с Нагости, взяли под контроль большую часть дороги между Кореневой и Суджей, а также укрепились в деревне Мартыновка, расположенной восточнее города Суджа. Эти достижения, как отмечает Машавец, указывают на то, что ВСУ продолжают расширять зону контроля, несмотря на попытки вооруженных сил Российской Федерации остановить их продвижение. В то же время, пишет эксперт, командование группировки войск Север начало предпринимать более активные действия по сдерживанию украинского наступления. В Курской области перебрасываются дополнительные силы, состоящие из подразделений, собранных из разных частей и соединений, что создает дополнительные сложности для координации их действий и управления в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя. По мнению Машавца, ситуация остается неопределенной. Российские войска сталкиваются с трудностями в оперативном развертывании и координации действий. Перебрасываемые наспех из различных направлений подразделения пока не способны существенно изменить ход боевых действий. В то же время, отмечает Машавец, украинские военные продолжают использовать средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны для нейтрализации вражеской авиации и беспилотников. В ближайшее время, по всей видимости, российское командование будет вынуждено задействовать дополнительные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшие наступления в СССР. Также Машавец считает, что не стоит ожидать перебрасывания российских войск в Курскую область с основными направлениями прямо сейчас. Очевидный и важный вопрос – решится ли российское командование что-то снять с двух направлений, чтобы разрешить Курский кризис? Как по мне, пока не решится. Пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно преодолевать Курский кризис и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать или, по крайней мере, тянуть с этим до последнего. Вполне возможно, что в этом контексте мы увидим постепенное сужение объема и размаха содержания всего стратегического летнего-осеннего наступления россиян. Сначала отвалятся вспомогательные второстепенные направления – пошибы Времевского или Кураховского. Затем прекратятся наступательные судороги противника на более важных – пошибы Купенского или Харьковского. И самым последним – прекратится наступать 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 россиян на основных главных операционных направлениях – на Покровском и Краматорском. Поэтому, хотя наступательная операция ВСУ в Курской области Российской Федерации имеет существенные перспективы относительно вытягивания резервов противника, причем даже стратегического уровня, если, конечно, они еще остались у него, в чем я сильно сомневаюсь, пишет Мушавец. Но прекращение российского наступления в ближайшее время везде и сразу я бы не ожидал. Именно для такого развития событий на Курском и операционном направлении должна произойти действительно катастрофа для россиян, по крайней мере, оперативного уровня с четкой перспективой разрастания до стратегического. Вот в таком случае они действительно начнут вытаскивать войска из других операционных направлений, наплевав на какие-то малоизвестные хутора и села в Донецкой, Луганской или Харьковской областях, пишет Мушавец. Аналитики украинского проекта Днепру Асин с Гарбузом пишут, что украинские войска за неделю наступления в Курской области достигли значительных успехов, захватив Рассеттар Суджи и множество сел, продвинувшись на десятки километров вглубь территории Российской Федерации. Командование ВСРФ, отмечают они, не ожидаевшее столь стремительного продвижения, попыталось быстро перебросить подкрепление с других направлений, однако украинские военные смогли закрепиться на занятых позициях. В результате боевых действий на этом направлении, по мнению аналитиков, скорее всего, приобретут позиционный характер. Российский военнослужащий Святослав Голиков в своем Затканале также пишет, что желание поскорее выбить ВСУ с территории России приводит к ослаблению вооруженных сил Российской Федерации, что позволяет украинцам разрабатывать и применять асимметричные меры. ВСУ, по его словам, создают ключевые точки напряжения, чтобы отвлечь российские силы и уменьшить возможность их использования в других направлениях. Голиков отмечает, что минимальные цели операции украинской уже достигнуты. Вот что он пишет. Для более адекватного понимания происходящего на Курской дуге и вокруг нее имеет смысл обратиться к достаточно откровенной оценке от Константина Машовца с весьма прозрачными намеками. Цитирую. Я бы на месте отдельных экспертов и аналитиков не торопился с оценкой и выводами относительно влияния Курской оффензивы ВСУ на общую стратегическую военно-стратегическую ситуацию. Более того, не впадал бы в какую-то лишнюю эйфорию по этому поводу, а то некоторые уже договариваются до чистого маразма. Поши, мы берем Курск и идем на Москву. Напомню, в кампании 2024 года ВСУ проводит стратегическую оборонную операцию. И продолжается она на данный момент, ну достаточно так себе в первую очередь, именно в стратегическом смысле. Просто вспомните, для чего и зачем войска обычно переходят к обороне и какие задачи при этом решают. Можно даже посмотреть в пособии по военному искусству в разделе тактика. Там достаточно четко изложен смысл и задачи этого вида боевых военных действий. Указание пана Машовца на не слишком благоприятный ход стратегической оборонительной операции ВСУ не должно вводить заблуждение, пишет филолог в засаде в своем Зетканале. Во-первых, наша наступательная стратегия прямым своим следствием имеет истощение нашей собственной действующей армии. Во-вторых, именно адекватное осознание противникам вот этого не слишком благоприятного хода и лежит в основе поисков асимметричных решений, способных улучшить его положение и ухудшить наше. Если отодвинуть в сторону наш корявый информационный антикризис или бесперспективная авантюра, находящегося на последнем издыхании киевского режима и тому подобное, то военный смысл уже проводимых и предполагаемых действий противника достаточно очевиден. Задача минимум – обеспечить создание крайне чувствительного для нас шверпункта, то есть точки приложения усилий, к которому будет по определению приковано наше внимание и на которое нам придется безальтернативно отвлекать существенные силы и средства, ослабляя иные оперативные направления ввиду общей недостаточности этих самых сил и средств, и, соответственно, еще в большей степени сокращая потенциал конвертирования тактических успехов в оперативные, при всех прочих факторах, весьма негативно влияющих на процесс такой конвентации. Задача максимум – за счет раздергивания и дальнейшего развертывания, в том числе ввиду нашего сохраняющегося отставания в части обеспеченности соответствующими военно-техническими средствами системы оперативного управления и организации боевой работы наших наличствующих ресурсов и без того недостаточных с растягиванием линий боевого соприкосновения, одновременно пользуясь собственным преимуществом в части более коротких логистических плечей по внутреннему обводу линии фронта обеспечить условия для нанесения нам критически чувствительных контрударов по аналогии с контрнаступлением осени 2022 года, что позволило бы противнику перехватить стратегическую инициативу. Задача минимума в данной конкретной операции противникам уже достаточно успешно выполнена, даже несмотря на купирование продвижения противника к Курчатову, но, объективно говоря, захват АС рассматривался как задача максимума на случай избыточного благоприятного хода операции. Причем при общем замедлении маневренной динамики противник от продвижения активных действий пока не отказывается. Реализация задачи максимум, которая как раз уже может оказать влияние на общую военно-политическую ситуацию, может предполагать наращивание противникам усилий для развития успеха на Курском направлении или проведения дополнительных операций созданием нескольких аналогичных шверпунктов. Многое здесь будет зависеть от наличия у самого противника соответствующих сил и средств. Но исключительно внезапно для нашего торжествующего медийного официоза достаточно немалые по меркам текущей военно-стратегические резервы в наличии у противника имеются. По итогу, я думаю, что на данном этапе мы можем зафиксировать как объективный факт несколько вещей. Первая операция Украины в Курской области, пам-пам, продолжается. Второе. Они расширяют плацдарм не только вширь, но и вглубь, заходя все дальше. Третье. Они это во многом делают кочующими группами, разведственными группами. Однако, именно бой, большой бой со страйкерами показывает, что это не всегда именно ДРГ. Потому что, извините меня, семь бронемашин это не ДРГ. Это уже совершенно что-то другое. Это либо прощупывание, как это сказать, разведка боем, либо вообще авангардные силы. Черт его знает, но это явно не ДРГ. И мы видим, что также напряжение состоится и в Белгородской области. У Украины это достаточно активно получается. Более того, Украина контролирует территорию 44 населенных пунктов, если верит Дип-стейт. А их оценка, мне кажется, наиболее трезвой. Однако, напоминаю вам, дорогие друзья, что для того, чтобы украинские солдаты могли и дальше эффективно защищать свою страну и сограждан, для того, чтобы они могли давать по щекам Владимиру Путину и проводить в том числе такие операции, ну а также необходимые операции по защите своей страны и близких, необходима наша с вами помощь. Сегодня собираем для 54-й бригады. Давайте послушаем обращение от их бойца. Уважаю здоровья. Мы, военнослужащие 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 частины А0693 1-го батальона. Просима вас допомогти в продвижении механизованной платформы для инженерных работ, а именно для установления обменных загороджений. Просима вас дать финансовую помощь для продвижения данной техники. Слава Украине! Давайте попробуем закрыть этот сбор. Вот QR-код, ссылка в описании. Там же есть PayPal, если Monobank не принимает там вашу зарубежную карту. К сожалению, это бывает часто, поэтому PayPal активно для... Ну, хорошо, я бы даже сказал, для этого подходит. Спасибо всем, кто помогает. Мы за прошедшую неделю закрыли сборов в пять, по-моему, но я сбился со счета. В общем, низкий вам поклон. Я в этих сборах тоже, безусловно, участвую. И спасибо вам за то, что вы в них участвуете. И спасибо тем, кто потом уже, так сказать, конкретно ко мне обращается для перевода крупных сумм тем и хейлиным подразделениям, спрашивает совета, куда кому перевести, если желание есть большого, так сказать, вложения. Вот, если вы такой человек, если вы хотите большую сумму очень задонатить и пытаетесь понять, куда и как, пишите мне. Я попробую вас как-то сориентировать, потому что есть несколько бригад, с которыми я активно общаюсь. Теперь едем дальше по более конкретным событиям. В Z-канале месть доброй воли жалуется на то, что подразделения ВСРФ на курском направлении не скоординированы и не обладают системой опознавания свой-чужой. Согласно этой информации, командиры российских подразделений действуют там незнакомы друг с другом, а для гражданских до сих пор не введен комендантский час. Ему вторит и рыбарь, который рассказывает, что одно из российских подразделений спецназа по пути в район боевых действий столкнулась с военной полицией, долго и нудно проверявшей их документы. Есть и конкретные примеры последствий такой раскоординированности. Судя по всему, россияне уничтожили собственную колонну, о чем пишет украинский паблик Бавовна и паблик Russian No Context. На шестой день обороны Курщины россияне продолжают обсираться. Сегодня днем практически все главные Z-каналы распространили в себе сообщения с фотографиями якобы уничтоженной колонны из четырех единиц украинской техники в поселке Кривицкие Буды на Курщине. Но это русская колонна. Пилот вертолета Ка-52М из СССРФ отработал по своей же колонне, в результате чего россияне потеряли две 152-мм САУ-2С-19М2М-100С, одно уничтоженное, одно поврежденное. Последние две картинки это скрины из российских каналов, но эти посты вы у них уже нигде не найдете, потому что они исчезли, пишет Бавовна. Я проверил, канал Дневник Десантника, который активно освещает именно события в Курской области, действительно удалил этот пост, в котором сообщал о том, что накрыта украинская колонна, и в котором были фотографии этой накрытой колонны. Мой подписчик попробовал спросить у него в чате, потому что я давно забанен у него в чате, а что стало с постом? За это мой подписчик был немедленно забанен. Я считаю это косвенным подтверждением того, что действительно это история, это история уничтожения российской колонны. И вот здесь мы приходим к режиму тишины. Зачем украинцы сохраняют режим тишины? Потому что это порождает полную сумятицу в российских войсках. Это порождает сумятицу с точки зрения координации, ударов, с точки зрения понимания, где находится противник, и не дает российскому командованию принимать достаточные решения для того, чтобы отразить эту атаку. Поэтому режим тишины класс, очень эффективен. К сожалению, режим тишины несколько ослабляет возможности ведения медийных кампаний, потому что россияне как только что-то сбивают, уничтожают или кого-то убивают или берут в плен, сразу это выкладывают. Украина нет. Украина почти ничего не выкладывает. Единственное, что они выкладывали, я так понимаю, это было принципиальное решение, это российских пленных, то есть тех, кого взяли в плен. Но трупы россиян, есть только там в двух видосах они мелькают, но скорее случайно, чем нет. А так поражение и российской техники, и российских трупов не мелькает. Есть только запись вот чувака, который ехал там под Рыжском, помните, и колонну российскую уничтоженную на видео снял. Поэтому я думаю, что у России достаточно много потерь, и мы еще их обязательно увидим. Но сами россияне тем временем публикуют очень много фейков, я даже устал их разбирать. Например, Минобороны выдает кадр работы на других направлениях за нанесение удара в Курской области. 10 августа в Государственном РИА Новости со ссылкой на Минобороны было опубликовано видео того, как российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На самом деле, как пишет инсайдер, видео было снято в Кременой и в Часовом Яру. 9 августа Минобороны опубликовало ролик, иллюстрирующий якобы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области. Однако этот ролик был снят достаточно давно, его опубликовал ТАСС еще 14 июля. И такого очень много фейки показывают в российских телепередачах, выдавая украинские операции за российские. Так, например, один из сюжетов Скобеева подвела словами «На этих кадрах российские морпехи штурмуют окопы с ФСУшниками на запорожском направлении». На самом деле, на этих кадрах украинские бойцы СО уничтожают российских бойцов на одном из опорников в районе Урожайного. Сама запись появилась в публичном инфополе еще в июне прошлого года. На это телеведущим указывают даже Z-блогеры. Однако и сами они не лучше от фотошопленной фотографии, обрезанные кадры и использования консерв с других направлений то, чем они активно занимаются в последние дни. Однако есть и настоящие кадры, на которых запечатлены как уничтожена украинская техника, так и захваченные в плен украинские солдаты. Вот, например, помимо боя, который они все крутят, заявляется захват в плен трех украинских солдат и БТР. Упоминается 810-я бригада маркетпехов, что интересно, так как они вроде должны были разворачиваться как раз на Донбассе. Ну, мы видим по количеству людей и по этому БТРу, что очевидно был схвачен передовой отряд разведки. Вообще кадров убитых россиян и уничтоженной российской техники, как я уже сказал, почти нет за редким исключением. И многие как раз украинские каналы пишут, что все будет, но попозже, пока режим тишины. Я, причем, знаете, что интересно, ну, как бы, некоторые из этого каналы предполагали, что это связано, выкладка, отсутствие российских кадров с украинскими потерями связано с тоже каким-нибудь режимом радиомолчания или запретом или бюрократии. Но мы видим, что нет, мы видим, что Россия, как только кого-то убивает, уничтожает, сразу это снимает. А поскольку таких кадров не очень много, то, видимо, не очень все хорошо у российской группировки там. ВСУ явно наносит РФ серьезные потери, но пока не рассказывает о них, по крайней мере, не показывает. Я думаю, что как раз на грядущей неделе мы увидим большое количество фото и видеоматериалов с российскими потерями. Но есть один российский кадр, который привлек мое внимание очень сильно. Его опубликовала Гнидовка, также известная как Ридовка. Это типа Z-издание. Рядом с убитым украинским солдатом стоят российские военные, но один из них одет в гражданское. Посмотрите, это не просто нарушает законы войны, это еще и подставляет гражданских. Я уже много раз рассказывал и показывал, как Россия использует гражданские машины и автобусы для перемещения военных, что и так ставит в опасное положение обычных мирных граждан, но использование гражданской одежды военными риски для мирных жителей кратно. Хотя пока те кадры, что есть, говорят о том, что украинские солдаты легко находят с местами общий язык. Вас не ображают? Да нет, вы нас не довезете, но ноги болят. Так куда? У нас просто там амуниция, не маем куда, честно. Ну ладно, потихать, показать. Да, но вы украинскую говорите. Да, я хоть и не украинка, но по-украински, да. Так что, слава украине. Да, слава. Тем не менее, это может быть настоящая угроза, потому что, если у вас мирные, точнее, если у вас военные переодеты в мирных, то вы в каждом мирном можете видеть военного. Мы все помним истории, связанные в том числе с Афганистаном, где у беременных женщин, у детей мог быть спрятан автомат или граната. Мы все знаем тактику Хамаса, который просто с шести лет обучает детей на то, что нужно убивать евреев, а с семи уже дети учатся стрелять из Калаша, очень не хотелось бы, чтобы Россия буквально таким образом подставляла собственных мирных граждан, потому что, если эта история станет массовой, если массово российские солдаты будут в гражданском воевать, то я боюсь, что для российских граждан в Курской области все станет намного опаснее. Мы уже видим, что украинские ядроноводы почти каждую машину уничтожают, потому что во многих гражданских машинах сидят российские военные, в чем они сами признаются, о чем я вам рассказывал в недавних видео. Что касается международного освещения, его появляется все больше. Агентство АФП Сылайс на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в операции ВСУ на Курском направлении принимают участие тысячи украинских военных. Целью называют растягивание российских сил, а также дестабилизация ситуации внутри России. В то же время, как сообщает иконамист, российское командование не спешит перебрасывать на Курское направление столько своих сил, сколько хотелось бы Украине. Согласно словам анонимного источника издания, в украинском генштабе россияне не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем растягивать логистику на 80-100 километров. Тем временем, власти Германии дали понять, что не против использования немецкой военной техники в Курской области. По словам представителя Минобороны Арно Колотца, после передачи оружия Украине оно становится украинским. И это значит, что ВСУ могут использовать его по своему усмотрению. Прекрасная позиция. Всегда бы так. Вы вообще видите, что радикально поменялась западная позиция. И тоже симптоматичная история, это что в Украину приехали Грэм и Блументал. Это лидеры двухпартийной поддержки Украины из США. И вот что сказал сенатор Линдси Грэм. Перевод сделал телеграм-канал «Быть или», за что большое спасибо, как и субтитры. Ну, как бы это очередное подтверждение того, что Запад тоже на все это, конечно, смотрит. И сколько бы военные аналитики не рассуждали о том, с какого фланга, кто куда заходит, на каком направлении, сколько бойцов, безусловно, нужны дерзкие атаки, дерзкие успешные атаки, которые заставят Запад поверить в то, что победа на поле боя возможна. И это, безусловно, уже одна из них. Мы увидели достаточно много заявлений, чтобы четко сказать, что Запад в этой атаке увидел слабость Путина и увидел в очередной раз отсутствие красных линий. Но шапка закидательские настроения опять же отставляем в сторону, тем более, что существуют и другие направления. Депстейт пишет о продвижении вооруженных сил Российской Федерации возле Пантелимоновки, Гродовки, Сергеевки, Песчаного и в Ивановке в Авдеевском операционном районе. Помимо этого, россияне продвигаются у Стельмаховки на Купинском направлении в районе Пивничного, Нью-Йорка и его окраин на Торецком направлении. А также в Красногоровке около Маринки. Надо сказать, что Красногоровку как-то до сих пор не удалось у России захватить, хотя о ее захвате я слышал раз 500 примерно, но в Лосыны не там. Варгонзе, он же Семен Пегов, Z-VNCOR, пишет, что Невельское в Донецкой области в этот раз точно освобождено. Мне нравится эта фраза, поскольку ранее о его освобождении сообщалось также не один раз. Но, собственно, захвачено оно или нет, российской стороной узнаем позже, если и когда появятся данные объективного контроля. Потерю Невельского подтверждает Z-VNCOR Юрий Котенок. Он также пишет, что значительная часть сил была переброшена из Донецкой области на Курское направление. По его словам, некоторые подразделения были выведены из Красногоровки и отправлены под Курск. При этом, где брать людей, здесь не сказали, пишет он. И если действительно так, это потрясающе. Ну, то есть, хочется увидеть подтверждение этого, пока мы увидели только 810-х морпехов, 810-ю бригаду морской пехоты, российскую, насколько она там целиком-нецеликом непонятна. Но если действительно снимают прям вот так, прям с самых передовых и самых активных направлений, это очень круто. О снятии подразделения аэроразведки ударных БПЛА из Запорожской области и направлении их на Курское направление заявил оккупационный гауляйтер, губернатор в кавычках региона Евгений Балицкий, что подтвердил известный российский оператор БПЛА с позывным Моисеев. В то же время Дмитрий Рогозин заявил, что эти подразделения никуда не поедут, поскольку полезут они и у нас, чтобы это все не значило. Автор канала телеграм-канала украинского телеграм-канала украинский военнослужащий офицер со слов другого украинского военнослужащего сообщает, что в СРФ оставили некоторые позиции в районе Волчанска, а в самом городе по ним наносится огневое поражение. По этим данным российские военные прекратили штурмы из-за ситуации на флангах и в Курской области. Ну и напоследок немножко про российский личный состав. Во-первых, у Татаригами вышло большое исследование, где Front Intelligence Insight рассказывает о том, что средний возраст российского солдата погибающего повышается с 30 лет до уже 37. Это говорит о том, что ухудшается качество добровольцев, причем сильно. А также увеличивается количество дезертиров, но это данные уже не Front Intelligence Insight, а Медиазоны. За 7 месяцев 2024 года в российские суды поступило 5204 уголовных дел о самовольном оставлении части, что больше, чем за весь 2023 год, выяснила Медиазона. В издании подчеркивают, что общество дел против дезертиров, не дошедших до суда, может быть значительно выше. Ранее стало известно, что за первое полугодие 2024 года в Украине было открыто почти 30 тысяч дел по аналогичным составам, что также превысило показатель за весь 2023 год. Телеграм-канал Russian Новоконтакт публикует фото и видео с российским мотоциклом, используемым на фронте в логистических целях. И на таком, так сказать, на такой юмореске мы с вами, наверное, и закончим эфир. Для увеличения грузоподъемности мотоцикл оборудован прицепом в виде пластикового поддона на небольших колесиках. Это и создает тот самый комический эффект. Ну, а мы с вами и дальше будем продолжать следить за тем, что происходит в Курской области и вообще на фронте и помогать Украине отстоять свою независимость, отстоять своих родных и близких, отставлять свой дом и свою родину. Ну, а с вами был Майкл Наки и до скорой встречи. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok